Всем привет! Сегодня в меню бутерброд из цельнозернового хлеба и печеночного паштета. Конечно, идеальным был бы хлебушек на закваске, но если вы только-только становитесь на путь здорового питания, вводите много новых, еще незнакомых продуктов и блюд и боитесь остаться без чего-то привычного и знакомого, то такой вариант подойдет на первое время. Сразу оговорюсь, что этот рецепт намного полезнее, ну или сказать безвреднее того, что мы видим на прилавках в обычных магазинах. Тем не менее, он из пшеницы, а значит не подходит тем, у кого непереносимость глютена и тем, кто находится на лечебных протоколах питания. В остальном, это менее вредная версия покупного хлеба. Во-первых, это цельнозерновая мука, нерафинированная белая высшего сорта. Разница огромна. Наши предки, которые очень ценили хлеб, перетирали зерна в жерновах целиком. Такая мука получалась серо-коричневая и содержала всю пользу зерен. Для того, чтобы получить белую муку, зерна очищаются от оболочек и зародыша, а именно в них и содержится все полезное, что было в пшенице. Более того, для белого цвета муку еще и отбеливают, и далеко не самыми полезными способами. Во-вторых, это полное отсутствие каких-либо добавок, а в хлебе на полках магазинов их ох как немало. Хотя, казалось бы, всего лишь хлеб. Мы едим, родители ели, бабушки, дедушки. Нет, почитайте составы и сами убедитесь. Если есть хоть одно незнакомое слово, непонятный ингредиент, есть это не следует. Для хлеба достаточно муки, воды и дрожжей. Лучше закваски, как я уже говорила. Дополнительно яйцо, соль, специи, если хотите хлебушек с каким-то вкусом. Больше там быть, ничего не должно. А для паштета нам понадобится сама печень, лук и морковь. Причем печень подойдет любая. Хорошо, если каждый раз вы будете использовать разные виды. Все же минеральный состав у каждого продукта свой. И употреблять в пищу нужно все виды полноценных продуктов. Например, в куриной печени много фолиевой кислоты, которая очень важна беременным и кормящим, так как помогает при развитии иммунной и кровотворной системы. Также другие витамины группы В, витамин А, В, П. В свиной печени есть все незаменимые аминокислоты. Она богата витаминами группы В, а также А, Д, Е, К. Много ферментов и микроэлементов. Железо, фосфора, натрия, калия, магния. В говяжьей печени много В12, который необходим для нормальной работы нервной системы, а также меди, которая необходима для работы клеток. Как обычно, ничего не обжариваем до корочек. Лишь немного припускаем до мягкости. Печень тушим на небольшом огне. Можно с добавлением небольшого количества воды. Не забываем про соль и специи. Перебиваем блендером до однородного состояния. Для вкуса также можно добавить сливочное масло, но это не обязательно. Ну и давайте сравним. На одной чаше весов бутерброд с колбасой. Белый обработанный хлеб из очищенного зерна и без пользы. Обычные простые углеводы, которые моментально распадутся на глюкозу и вызовут скачок инсулина. И колбаса, набор ешек и глутамата натрия. И вот такой бутерброд с хлебом из цельного зерна и домашним паштетом с овощами и без единой добавки. Мой выбор очевиден. Не забывайте подписываться и оставлять комментарии. Здоровья и полезного всем аппетита!